Дискорд заблокировали на территории РФ за отказ блокировать 947 противоправных материалов, в том числе, содержащих детскую порнавистью, призыв к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершении противоправных действий. Кому-то покажется это лютым бредом, но, ребята, вы когда-нибудь видели, что можно купить за подписку нитро? Открой для себя мир запретов. 50 грамм сочной травки в месяц, сотни ЛГБТК плюс сервисов, неограниченные звонки ИГИЛ. Ало, я слушаю. Здравствуйте, а можно заказать пиццу кушать? И вы хотите, чтобы дети продолжали пользоваться этой социальной сетью, где полно секс-инструкторов из НАТО? Я так не думаю, и поэтому сразу же решил смыть своих в унитаз. Ну а если серьезно, заблокировать всю платформу за 947 материалов, при том условии, что в Дискорде каждый день публикуются миллион записей, так еще и дать неделю на выполнение требований, это, конечно, сильно. Это все равно, что снести целый дом из-за того, что кто-то на стене нарисовал радугу, так еще и уведомление отправить почту России на неправильный адрес. Уровень бреда превысил 9000. Но еще смешнее смотреть на оперативные репортажи, которые вышли в день блокировки. Заблокирован мессенджер Дискорд. Это популярная у подростков американская онлайн-платформа. Задумывалась она как площадка для геймеров, а стала анонимным сообществом для преступников. Детская пророкрафия, призывы к экстремизму. Эта же сеть активно используется наркомафией, в том числе для продажи запрещенных веществ несовершеннолетним. Ну и попробовал после этого доказать своей бабушке, что это не мафия, а игра в мафию. А сервера по GTA-то не планирование организованного грабежа. А ЧВК-дроны это просто фуа-симулят... Ааа, стоп. Российские в войне реально использовали Дискорд для управления дронами. Так поднастральцевым это надо еще уметь. Но у нас народ привыкший к блокировке чего-либо. Так что всем мигом пошли включать VPN. Ой, это что? Пинг 8 миллионов? Нет, 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 нет. Ладно, все резко вспомнили про самый лучший файл обменник. Это возвращение к истокам. Приятно в него зайти и понять, что функционал и дизайн почти не изменился за 23 года. Чтобы понять, насколько изменился ты, надо зайти туда, где ничего не изменилось. Это прям как пицца Маргарита. Само возрождение точно такое же, как и в начале. Теперь будем только ее и хавать вместе с TeamSpeak. Можно, правда, сидеть еще и вконтакте, как нам рекомендуют. Но мне не особо нравится, что мне постоянно предлагают работать курьером. Да и переравнивать Дискорд к ВК это все равно, что путать горячее с тяжелым. Интересно, что даже Мизульна высказалась против блокировки. Чего-либо. Блин, это точно не сон. Но самое забавное, что в Дискорде опомнились, что у них пропало несколько миллионов пользователей. И они сами предложили урегулировать ситуацию. Но РНК непоколебим. Но я думаю, что они все же высушат их. И дадут им секунд 30 на выполнение требований. Ну а что, им еще пообедать надо. А то не дай бог все обратно разблокировать надо будет. Теперь у нас из незаблокированных популярных сервисов только... Стим, Твич, Телеграм и... Пинтраст. Но это все ненадолго, потому что выделенные 60 миллиардов на блокировку должны себя как-то реализовать. Никогда не думал, что захочу, чтобы бюджет распилили. Ну а чтобы я не распилил вас, подписывайтесь на канал, Телеграм, на Твич. Иногда я там стремлю. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok